Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Левашинский межмуниципальный филиал ФКУ и УФСИН России по республике Дагестан обслуживает 4 района. Это Левашинский, Акушинский, Ларсский и Кулинский районы. В среднем непосредственно Левашинском районе где-то 120 личных дел исполняется. Как вы понимаете, одно личное дело, один живой человек. Мною обслуживаются Кулинский и Ларсский районы, которые относятся к Левашинскому межмуниципальному филиалу. На учете находится в данный момент 35-6 условно осужденных. Обслуживаем категории осужденных ограничений. Я обслуживаю Акушинский район. В Акушинском районе на учете состоит всего 48 осужденных. В основном эти осужденные условно осужденные. Есть ограничения свободы осужденные к обязательным работам. Также обвиняемые, в отношении которых выбраны меры причин в виде домашнего ареста и запрета определенных действий. В основном, если разделять по категориям статей, в основном осужденные по 158 за кражу и по 159. Это получается статей против собственности. Также очень много людей состоят на учете против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Это 2064 прим. 1 уголовного кодекса РФ, осужденный к обязательным работам и лишению права управлять транспортным средством. Этот осужденный уже побывал в колонии строгого режима за незаконное хранение и распространение наркотиков и получил 11 лет реального срока. Большую часть срока отбыл, оставшуюся заменили на ограничение свободы. Мне было тогда вообще 22 года. Особо и не понимал, на что я делал. А вот после попалка в тюрьму, человек уже понимает и ценит многое, что здесь я дома, как там. По-любому там сложнее намного, чем здесь. Следующий адрес – проверка мужчины под домашним арестом за похищение человека, то есть невесты. Ему грозит лишение свободы от 5 лет. Решение суда он мог дожидаться в СИЗО, но ему разрешили по месту жительства. Уже несколько месяцев с электронным браслетом он находится дома, без интернета и сотовой связи. Я нахожу с домашним арестом с 24 этого месяца до 7 августа. Особо бескомфортности тоже не ощущаю. Просто когда ходишь, неприятно на ноге. Чувствуешь, что есть. Да, что-то чувствую. А так я в последнее время дома за инвалидом ребенком ухаживаю. Сахарный дебет, это болеет, все. Не снимать – никаким воздействием не подвергать электронный браслет. Очередной инструктаж со своим подопечным проводит начальник Левашинского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения уголовной исполнительной инспекции Амир Амаров. Я за его отбор не выходил и не выхожу. Просто в данное время нет никаких делов, кроме ухаживать за своим больным ребенком. Магомед, мне известно, что у вас четверо детей. Им нелюбопытно, они не спрашивают, что у вас на ноге. Ну, спрашивают. Я им объясняю часы. Часы в будильник поставили. Умная техника позволяет следить за перемещениями владельцев браслетов. Если вдруг произойдут нарушения, то на мониторе появится тревожный сигнал. Специалисты тут же выйдут на место, сетует капитан Амаров. В отношении лиц, которым избрана мероприятия в виде домашнего ареста, мы стопроцентно охватываем их применением оконечного оборудования, системы электронного мониторинга подконтрольных лиц. Система довольно-таки эффективная. У нас пульт находится и как в филиале инспекции, так и в городе Махачкала. Там в городе у нас постоянно мониторит данных лиц дежурная служба. В случае каких-то обнаружений, подозрений на наличие нарушений, возложенных судом ограничений, дежурная служба оповещает сотрудников филиала, инспекции. Сотрудники филиала непосредственно выезжают по месту жительства и при наличии нарушений собирают материалы и обращаемся в суд. Сегодня нагрузки на сотрудников уголовно-исполнительной инспекции колоссальные. Гуманизация. Приговоры все чаще без изоляции от общества. Практика показывает эффективность. Как и во всех регионах нашей необъятной страны и нашей республики, наверное, Левошинский район тоже не составляет исключения. Бывает, что люди, желая этого или не желая, зная или не зная, нарушают какие-то пункты законодательства нашей Российской Федерации. Вообще в нашем районе созданы рабочие группы. Задачу этих рабочих групп ходят правовое просвещение граждан, проживающих на территории Левошинского района. Регулярно они выезжают, в рабочую группу ходят представители прокуратуры, представители ОМВД, представители межрайонного управления ПСИН. Амир Исаевич тоже очень активно в этом плане с нами вместе работает. И вообще встречаются с молодежью. Мероприятия проводятся и в спортивных залах. С привлечением, с охватом большего количества подрастающего поколения. То есть, как я понимаю, вы не ждете, пока кто-то что-то совершит. Вы работаете на опережение, да? Мы стараемся работать на опережение. Проходите, пожалуйста. Смотрите вместе. Все порядка, все нормально. Ее не оторвали от семьи. Она по-прежнему воспитывает детей, занимается огородом. Словом, ничего в жизни разъят не изменилось, если не учесть, что она в статусе осужденной, пусть даже на свободе. За хранение боеприпасов суд возложил на женщину определенные обязанности и ограничения. Ну, два года назад с моим мужем была у нас такая ссора. Ну, и вызвали полицию, так случилось. Однажды утром, ну, еще я не проснула, не встала с постели, ну, до 9, примерно 9 часов, что пришли, полиция, ну, вот показывали, показывали корочку, вот, что обыкс дома. Насчет чего оружие идет речь. И они, не знаю, не знаю, что, но начали провести обыск. И нашли они вот там патроны, это только дома. А вот у вас было когда-нибудь оружие, для чего вам могли понадобиться патроны? Нет, это не было у меня никаких оружий. Муж, бейший муж привез, принес домой их. Не знаю, он для чего их принес, я вообще не взялась. А он принес, обратно унес, вот так остались там. И потом у нас ссора была, я ему отдавать не могла, потому что он угрожал мне и моим детям, семье, короче, убьет нас. Потом я, он когда поостребовал эти вещи, я ему обратно не могла сдавать. Вот так они, а я не знала, как их от них избавиться, что делать в тот момент вот такой был. И как у нас ссора была, тут неделю, даже не два дня, что не пошло, а как полиция ко мне обратилась. И у этого молодого человека мало что изменилось в жизни, только вот произошла переоценка ценностей. Машина небоя была, отца, вышли мы там в аэродроме покататься, и чуть нарушали. И нас заметили сотрудники полиции, начали за нами гнаться. Я был без права, мы не остановились, и в итоге поймали нас, сотрудники полиции, узнали, что мы без права. И условно дали им два года. Вот какие у тебя планы на будущее? Ты еще молодой парень, тебе еще нет восемнадцати. Но вот когда вот исполнится восемнадцать лет, когда ты уже станешь самостоятельным, а вот кем ты хочешь стать? Думаю открыть свой бизнес в какой-нибудь магазине. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции совместно с сотрудниками отдела полиции и администрации района регулярно выезжают на проверки подучетных. Мы будем следить за ними, ходить, проверять, чтобы они изменились в лучшую сторону. К тому же, если им что-то нужно будет, помощь наша, если нужно будет, мы будем стараться помочь им и измениться в характере своем. Разные люди, категория людей, и с каждым из них приходится проводить фактические беседы, чтобы впредь они больше не нарушали. Проверяют осужденных и по месту работы. Здесь важно, чтобы новые работники не допустили прогулы и иные нарушения трудовой дисциплины. У нас на территории селения Хахеда проживает примерно 1500 человек. Многие на везде будут, а так 1500. Ну, правонарушения у нас, как обычно, вот молодежь иногда балуется смертным. В основном это за рулем садятся, что-то такое. Какие-то противоправные действия совершают, да? Ну, соответственно, да. Бывает. А так, других правонарушений, особо тяжких, у нас почти не бывает. Редко. Насколько мне известно, на данный момент, к счастью, в вашем населенном пункте один единичный случай подопечный уголовно-исполнительной инспекции. И вы его исправляете трудом, как я поняла. Скажите, пожалуйста, чем занимается вот этот человек и что он совершил? Ну, опять-таки, в нетрезвом состоянии, за рулем. Мы ему даем работы, где водопровод, где мусор. Вот сейчас, вчера тоже мы в горах были, там исправляли, показывал им трубы с замены труб. Там, это нехватка воды. Вот где-то что-то ремонтируют они по воде, по трубам. Мусор здесь, там, это собирают, делаем. Облагораживаем территорию, копаем где. Ну, такие работы у меня. Что глава села говорит, то и делаем. Ничего сложного нет? Нет. Ну, скажите, пожалуйста, что вас побудило сесть в нетрезвом состоянии, за рулем и без прав? На судьбу было, со судьбы ехал. И поймали. Дороже свободы нет ничего. Тюрьма – это тюрьма, а дом – это дом. Дома и стены помогают пережить случившееся и подумать над ошибками прошлого. Только вот этот молодой человек не совсем уверен, что совершил ошибку и нисколько в содеянном не раскаивается. У нас обычаи такое было в Дагестане. Крась невеста, там ничего такого нет. Я не первый и не последний, который отсюда девчонку украл. Села. Это сейчас такие законы, что сажают за похищение невесте. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции работают с теми, кто нарушил закон, но не лишен свободы. С теми, кто оступился, но должен исправиться. От качества их работы зависит также спокойствие и безопасность законопослушных граждан. В районе, в Акушинском, я единственный представитель УФСИН. Это получается лицо УФСИН. И в Кулинском, и Лакском районе единственный представитель от УФСИН представляю, ну, как лицо УФСИН получается, который представляет в этих районах систему и со всеми взаимодействую. Перед глазами этих сотрудников пристает негативная сторона жизни нашего общества. Но, несмотря на все сложности и проблемы, которые возникают в ходе службы, все они в один голос утверждают, что для них служить своей родине – это честь. Служба уголовно-исполнительной системы для меня очень почетна. Я горжусь этим, что работаю по сегодняшний день в системе. В 2001 году пришел участковый полноученный милиции, тогда было. Потом, когда открыли инспекции по всему Дагестану дополнительно, я перебрался в УФСИН. И с 2005 года работал в Акушинском районе начальником филиала по Акушинскому району. Это для меня важная должность и честь служить в УФСИН. Уважаемые телезрители, это все, о чем я вам хотела сегодня рассказать. Мне остается напомнить, что с вами была программа «Служа о родине» и я ее автор и ведущая Сеги Батьяхьяева. Я благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и все, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин